В самом мурманске семьи... Задержанный сенегальскими военными российский траулер Олег Найденов может быть освобожден уже в ближайшее время. Сегодня в МИД России был вызван временный поверенный по делам Сенегала в Москве. Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения сухогруза. Сенегальский дипломат заверил, что власти страны приложат все усилия для разрешения ситуации. Тем временем судно с россиянами до тех пор находится под арестом в порту Дакара. Кадры того, что сейчас происходит на его борту в репортаже Игоря Корнелюка. Пока решается судьба траулера, его экипаж здесь у причальной стенки порта Дакара занимается текущими бытовыми хлопотами. На видео, которое сегодня удалось получить с борта Олега Найденова, видно, как матросы выполняют мелкий ремонт и занимаются уборкой. А это уже кадры из столовой. На столе помимо горячего сок. Очевидно, проблему с продовольствием и водой удалось решить. О том, чтобы экипаж был обеспечен всем необходимым, сегодня российский МИД потребовал от временного поверенного в делах Сенегала, которого вызвали на Смоленскую площадь. Акцентирована необходимость строгого соблюдения международных норм в отношении прав и законных интересов находящихся на борту судна российских моряков, включая обеспечение их продовольствием и питьевой водой, предоставлением необходимой медицинской помощи. В самом Мурманске семьи моряков ждут из Дакара любых новостей. Ежедневно созваниваются с мужьями. Алло, Руслан, как у вас дела? Все хорошо? Точно? Ну как не переживай-то? Трудно понять, что конкретно мешает освобождению судна и экипажа. Ведь, как неоднократно заявлял судовладелец, комиссия сенегальских властей, работавшая на судне, каких-либо замечаний не предъявила. Владелец судна сейчас готовит иск в Международный трибунал по морскому праву. По опыту, трибунал выносит решение освободить экипаж и судно довольно оперативно. Но на сбор необходимых документов уйдет как минимум два дня. Игорь Корнелюк, Дмитрий Иванников. Продолжение следует...